сейчас есть задача сделать подвесной потолок вот в такой комнате комната где-то 2 на 3 метра покажу некоторые нюансы которые необходимо соблюсти уже стоит подготовленное полотно она подготовлена изначально загарпунена вот эта вот часть называется гарпун он входит в профиль который установлен хочу показать некоторые нюансы установки во первых как видите здесь очень часто приблизительно 10 сантиметров в профиль поставлены крепежи это быстрый монтаж он бывает пластиковый бывает алюминиевый это пластиковый профиль поэтому его нужно крепить гуще по углам обратите внимание на углах нет стыков стык вот здесь дальше здесь наружная часть обрезается и внутреннее получается такая бесстыковое соединение что так вот будет видно с той стороны разрезается на тут вот такое бесстыковое соединение но они должны быть не на углах до более качественного стыка выставляется все вверх по уровню отбивается полосой и прикрепляется еще на один аспект хотел обратить внимание вот здесь вот комната разделена на две части с помощью шкафа и получается что если комната пошла дальше разделена и вот там к потолку прикреплен брус на брус уже поставлена точно также поставлен профиль для того чтобы крепить полотно его нужно будет нагревать но сначала его нужно подвесить вот такие зажимы в углы вставляются тут у меня не захотела я снимать она снимается но да не обязательно здесь я повесил вот такая прищепка которая держит край вот таким образом как и вы видите сейчас растяну по всем четырем углом и затем начну нагревать полотно заказывается изначально меньшего размера потом при нагревании но растянется и вставится в профиль значит вы просто как рассчитывать принципе ничего нам рассчитывать принципе не нужно вы меряете свои размеры отдаете на фирму которая изготавливает это полотно она сама загорпунивает термическим способом с помощью на специальном станке приваривается горпун к полотну вы сами этого не сделаете поэтому все равно заказывать обгарпунивание нужно будет на фирме и не сами учтут величину растяжения и сами этот вопрос просчитает вам только нужно сделать правильные расчеты вместе с диагоналями особенно если у вас сломаная какая-то здесь просто прямоугольник но бывают ломаные линии поэтому вам нужно сделать правильный расчет собственно на что еще нужно обратить внимание на том что нужен вот такой инструмент и специальные лопатки которые мы будем засовывать горпун в профиль но это уже дальше я покажу по ходу проведения самих работ получилось у меня заправить и четвертый угол очень тяжело нужно сильно нужно сильно нагревать и теперь я сейчас и сильно тянуть со стремянки тяжело она уезжает очень сильно натягивать но получается очень ровно значит сейчас буду показывать как уже после углов затягивать бока конечно же легче затягивать опять-таки здесь у вас в гарпоне щель вставляем заводим теперь уже когда заведены все четыре потихонечку теперь серединку заведем еще дальше я немножко подвинул как что было видно снова вставляем заводим только середину все четыре серединки заводим а потом уже все оставшись по сути дела уже почти натянулся вот таким образом теперь переходим на эту сторону тоже здесь по краям заведена заведено вставляем только серединку в это время помощник нагревает эту сторону и заправляем только серединку включить и несколько движений она туда заправлена теперь переходим на эту и так далее все серединки вставляем и после того как все серединки заправлены уже потом все края